Девушки отдыхают Мне удалось успокоить гостей, насколько возможно Они скорбят, неудивительно, спасибо А как насчет тебя, старый друг? Пожалуй, скорблю больше других Уверен, Хемминг гордился бы тобой И всем, что ты для него сделал Надеюсь Трюга, боль пройдет, дай лишь время Да, пройдет Девушки отдыхают Девушки отдыхают ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот дар от клана Ворона. Замечательный щит. Хорош, но чего-то не хватает. Такого, что говорила бы о твоем отце. Думаю, нужен знак на лицевой стороне. Но понадобится мастер. В деревне такой есть? Я знаю одного. Изгнанник, но хороший мастер. Живет в пещере к северо-западу от Хемторпа. Проводил бы тебя сам, но мне нужно вернуть Избьерн. Избьерн? Копье твоего отца? Он не бился им в Улкинторпе? Нет, потерял копье на охоте пару зим назад. Оно застряло в боку медведя, и зверь сбежал. И ты все равно надеешься найти копье до похорон? Давай признаем, шансов у тебя немного. Ха-ха-ха. Не бойся, друг. Чутье меня не подведет. Лучше отнеси свой щит изгою. Лучше отнеси свой щит изгою. Лучше отнеси свой щит изгою. Ищи пик. Изгнанник должен жить здесь. Поехали. 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 Изгнальник явно ценит одиночество, раз живет в такой норе. Поехали. 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 в такой час. Ярл Хэмминг никогда не колебался. Да, его дух всегда был крепок и велик. Ты так и не отдал мне ответ. Согласен ли сделать рисунок? Скажи, кем он был для тебя? Вождем, который хотел защитить свой клан от врагов и прославить его. Снак Вегвизир. Чтобы не сбиться с пути. Это твое решение. Дай мне время подумать. Мудрецом, который вдохновлял других. Паутина Вирт. Девять линий судьбы. Прошлое, настоящее и будущее. Ты этого желаешь? Да. Вот мой выбор. Сейчас я начну. Что привело тебя сюда? Судьба. Меня приговорили к смерти. За убийство. Но суд не был справедлив. Ярл Хэмминг хотел оставить мне жизнь. А селяне... Отнять ее. Изгнание и слепота. Плата за жизнь. Спасибо тебе. Ярлом станет его сын? Это решать самому Вилли. Нет, не Вилли. Судьба уже все решила. Кемминг был бы доволен нашим даром. Интересно, Вилли нашел копье? Кемминг был бы доволен нашим даром. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сюнин, укажи путь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты, брат волка, ворон битвы, и слава твоя растет подобно молодой луне Я не в силах сделать выбор, о котором просил Хемминг Можешь дать мне совет? Нужно принести жертву Зарезать овец у спящего Йотуна, прежде чем зажгут костер Идем Субтитры сделал DimaTorzok Идите за мной Вы послужите богам И упросите их принять нашего ярла Хемминга С полной чашей Вельва, тебе ведомо будущее? То, что еще не свершилось Я вижу то, что нужно И когда нужно Великий дар Тяжкое бремя Ярл Хемминг просил у тебя совета Чтобы облегчить душу Просил, и нередко Но часто его беды лишь умножались Он беспокоился о будущем клана О том, кто станет ярлом Меньше слов Не то к нам слетятся злые духи Как скажешь Вельва, я... Ты тревожишься Твой ум затуманен Тебе мало одних лишь добрых знамений Мне нужна мудрость богов Ты хочешь знать, кто станет хорошим ярлом? Верно Сложно выбрать между Вилли и Трюгвя Мы стоим в тени великана Древнего хранителя тайн Здесь ты найдешь источник его мудрости Поднимись на спящего Йотуна И спей воды Жди на вершине И не старайся найти ответы Они придут к тебе сами Лети, Сюнин Это вершина Чтобы найти ответы Мне нужно чистить свой разум Вызови Скоро Сюнин Сюнин Я Олл Хемминг? Это и правда ты? Не я сам, а лишь мой дух. Почему ты не в зале Одина? Продолжение следует... Эйвор, при жизни я сказал все, что мог. Посему и в смерти не скажу больше. Забудь о мудрых доводах рассудка. Что говорит твое сердце? Оно остановилось и смолкло. Хемминг, это не мое решение. Его должен был принять ты, тот, кто вел клан. Как Сигурд ведет твой. Но это не умолило твоей жажды славы. И ты мечтаешь занять его место во главе клада. Я не хочу сменять Сигурда. Норны уже сплели наши судьбы. Мы лишь следуем предначертанному. Ты ждешь этого с нетерпением. Так что, мне пойти против судьбы? Отказаться от пути славы? Нет, лучше умереть, защищая этот путь. Ты ушел слишком рано, Ярл Хемминг. Не реши в судьбу Шира. Нет, Убаги. Убаги. Нет. Ммм, как хорошо. Ммм, как хорошо. Мм, как хорошо. Ты вынудил меня, Хемминг. Я ведь не хотел. Не жалей, Эйвор. Благодаря тебе я все же пал славной смертью в бою. Старый лис, так вот зачем ты меня разозлил? Всеотец пришел, чтобы увезти меня в свой зал. Мне пора за ним. Любой твой выбор будет верным. Завтра Альтинг. Нам нужно будет выбрать Ярла. Мне следует обсудить это с Сунивой. Завтра Альтинг. Завтра Альтинг. Завтра Альтинг. Завтра Альтинг. Завтра Альтинг. Играет музыка. Играет музыка. Как думаешь, Вилли найдется место в нашем поселении? Он сказал, что хочет жить вместе с нами. Разве он не станет ярлом этого Шира? Сложно сказать. Есть и те, кто хочет видеть на этом месте Трюгве. Эйвор, Трюгве не хочет власти. Чувство долга зовет его умереть вслед за господином. Ни в коем случае. Отец не дозволил бы такой глупости. Как еще мне почтить своего ярла? Мое время прошло. Будущее в твоих руках, Вилли. Костер лишь для моего отца. Ты должен жить. Я запрещаю тебе бросаться в пламя. Не допущу, чтобы ты жертвовал собой. Это запрет старого друга Вилли или нового ярла? Человека, который хочет, чтобы ты одумался. Вилли, Трюгве. В обоих жива часть духа Хеминга. Но оба боятся занять его место. К чему терпеть столь нерешительных людей? И держаться в стороне? Ты можешь захватить Шир. Он не мой по праву. Дом, где ты спишь. Вершина, что ты покоряешь. Серебро, что ты берешь. Все они твои. Какой толк от твоей сдержанности? С Нотингем Шир достоин славного ярла. Того, кому можно доверять. Вилли любим людьми Шира. Но не готов стать их вождем. Он может научиться, но захочет ли. А Трюгве. Он крепок духом, мудрый, верен наследию ярла Хеминга. Может, даже слишком. Но с годами жажда жизни оставила его. За ним не пойдут люди. Ты не можешь. Я не позволю. Я не прошу у тебя разрешения. Лишь прощения. Боаке Эйфор. Останови этого глупца. Трюгве. Такое решение дорого обойдется. Всему Ширу тяжко будет без тебя. Но у меня никого не осталось. Смысл моей жизни на том костре. Ты не прав. Когда люди просили отца о помощи. Кому он обращался за советом? Ярл Хеминг был моей скалой. И все решения он принимал сам. Будь Хеминг жив, разве он не сказал бы, что твоя мудрость нужна народу Шира? Ты поклялся умереть вместе с Ярлом? Или служить тому, во что он верил? Я буду жить. Ты мудр, Эйвор. Мудрее, чем мне казалось. Мудрее, чем мне казалось. Мудрее, чем мне казалось. Эйвор! Сунь его! Дозорные заметили пиктов в чаще. Вилли погнался за ними. Жаль, что палка меня не разбудила. Куда он пошел? Поднимем остальных. Кто знает, сколько там пиктов. Тэны чересчур пьяны, чтобы сражаться. Это будет бессмысленная бойня. Как скажешь, Дрэнк. Ну, берегись, ладно? Ярость поглотила его без остатка, Эйвор. Весь этот гнев и печаль выплеснули снаружи. Палка никогда не умел сдерживать свои чувства. Это должно было случиться. Мне стоило быть внимательнее. Не вини себя, Дрэнк. Я всегда приглядывал за ним. В детстве, да и сейчас тоже. Пусть Вилли выпустит боль, что накопилось внутри. Но я хочу убедиться, что он не попадет в беду. Ха-ха. Слава Одину, что палку оберегаешь ты, брат волка. Ради семьи я сделаю все с Унива. Без лишних вопросов. И ради тебя тоже. И ради любого из клана Ворона. Мы знаем, Дрэнк. Потому и верны тебе. Вот, Эйвор. Отсюда Вилли погнался за врагом, увидев, как убили лазутчика. Я вернусь в Хэмторп и прослежу, чтобы наши люди были наготове. Прошу, будь осторожен, Дрэнк. Осмотрись вокруг. Я вернусь в Хэмторп и прослежу, чтобы наши люди были наготове. Я вернусь в Хэмторп и прослежу, чтобы наши люди были наготовы. Как вы посмели мешать нашему горю? Стой, Вилли. Все. Они мертвы. Ха. Я видел петухов по бойчеям. Как ни странно, я тоже. Что это за звук? Гром? Шаги. Можно отступать. Со мной. Быстрее! Хzhё curри. ХрёDка! Хэгass! Хэгэ! Хэгэ! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...